Недовольство жильцов многоквартирных домов обслуживающими компаниями продолжает расти. Но почему и сами жильцы оказываются равнодушными? Какое решение в безвыходной ситуации может принять государство? Чьи интересы нужно учесть в новом проекте закона? Какие реформы грядут в сфере ЖКХ? Расскажем в бюро расследований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас в КСК на обслуживание берут несколько домов, но это совсем неэффективно. Это одна проблема. Вторая проблема в сфере коммунального хозяйства. Инженерные сети устарели. На данный момент более 60% сетей остались с древних времен и требуют замены. Еще одна большая проблема – это то, что не удается собрать средства на капитальный ремонт. Неправильное использование ресурсов и то, что эти ресурсы теряются, растрачиваются в сети. Еще у нас есть аварийные дома. Прошло уже 22 года с момента появления кооперативов собственников квартир. В течение почти четверти века они не смогли проявить ни себя, ни в целом эффективности этой системы. Вместо уменьшения количество жалоб становится все больше. Даже злого КСК стало носить негативный оттенок и даже вызывать раздражение у многих казахстанцев. Но руководители кооперативов считают, что вся проблема в самих жильцах. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то платит своевременно, а следующий может сказать. Вчера я просил сделать что-то, а они не сделали. Поэтому я платить не буду. У многих кооперативов не получается собрать эксплуатационные расходы жителей. В итоге они не могут оказать полный пакет услуг. Потому как собранная из жильцов многоквартирного дома сумма едва покрывает расходы КСК на зарплаты сотрудников. Сантехники получают 65 тысяч тенге. Дворники – 30 тысяч. Технички – 25 тысяч в месяц. Это ведь очень маленькая зарплата. Но почему она маленькая? Это зависит от жителей. Они платят 30-25 тенге за один квадратный метр. А старые дома, где стены вот-вот разрушатся, требуют больше денег для ремонта. И даже в этом случае тариф – 35 тенге. И жители требуют от нас, чтобы мы отремонтировали все за 35 тенге. Но проблема не только в деньгах. Жители жалуются на неэффективность, бесполезность и несистемность работы и кооперативов собственников квартир. К слову, по стране насчитывается 13 тысяч органов, управляющих домами. Из них 3 тысячи – КСК. Их объединяют хронические и незаживающие болезни с обостренным симптомом конфликта с владельцами квартир. Развести по углам противоборствующие стороны может только государство. А если быть точнее – закон. Сфера жилочных отношений напрямую затрагивает интересы каждого жителя. На фоне динамичного развития строительства в сфере ЖКХ имеются нерешенные вопросы. Требуется обеспечить прозрачность взаимодействия между обслуживающими компаниями, собственниками жилья, контроль за расходованием их средств, ответственности естественных монополистов. Нужно выстроить понятную, эффективную систему управления, общее домовым хозяйством. По моему поручению правительством разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в парламент в этом году. Новый законопроект уже готов. Документ даже преодолел этап рассмотрения правительства и будет передан в мажорист парламента. Есть вероятность, что подготовленный Министерством по инвестициям и развитию проект закона будет принят до конца года. А это значит, что доразвития и модернизации сферы ЖКХ осталось совсем немного. Здесь сама структура и система меняется управление жилым домом. Кооператив собственных квартир подразумевал, что собственники именно квартир должны определять все вопросы жизнеобеспечения этого дома. Но кроме квартир в этом жилом доме имеются и другие владельцы. Это владельцы первых этажей, это владельцы прилегающих каких-то территорий, которые такие же права имеют и обязаны нести такую же ответственность по содержанию общедомовой собственности и общедомовой территории, как и владельцы квартир. Поэтому мы привели в соответствии с данным законодательством нормы о том, чтобы все владельцы данной недвижимости имеют равные права. Сейчас одно КСК может оказывать услуги сразу 10 домам. А по новому законопроекту жители каждого дома, объединившись в ОСИ, в новую форму управления смогут самостоятельно заключать договоры с сервисными компаниями. И по итогам проведенных работ проводить оплату по актам. По новому проекту закона КСК перестанет существовать. Компании, которые управляли домами, так или иначе также исчезнут. Вместо этого появится объединение собственников имущества или, коротко, ОСИ. Мы уйдем. КСК больше не будет. Теперь будет ОСИ – объединение собственников имущества. То есть жильцы одного дома будут назначать себе председателя и бухгалтера – два человека. Потом они смогут заключать договоры с сервисными компаниями, распределять, кто чем займется. Но во время заключения договора все будет не так, как сейчас. Например, могут выдвинуть такие условия, что вы будете платить за один квадратный метр 30, за это 20 тенге, за это 60 тенге. А если не будете платить, то сервисная компания с вами работать не станет. В итоге дом может остаться бесхозным. Тогда разразится настоящий скандал. Начнут спрашивать, где парламент, где министерство, где Акимат. Пока на это никто внимания не обращает, не понимают. Но когда поймут, будет большой скандал. Мизамбик Кинчибаев управляет в Астане кооперативом больше двух десятилетий. Специалист убежден, что после введения новой системы жителям придется платить за услуги круглую сумму. А дальше по замкнутому кругу. Чем выше зарплаты, тем больше требований и жалоб. С этим законом мы делаем не то, что нужно было сделать. Например, есть 20-ти квартирные старые дома. Как они будут сами себя содержать? Для этого только за один квадратный метр им нужно платить по 100 тенге. После разделения функции, например, кто-то должен подметать. Он этого без должной оплаты делать не будет. Все начнут ставить свои условия. То есть это будет невыгодно самим жителям. Это то, чего они сами захотели. Вот они купили себе эту головную боль. ОСИ работают по принципу. Один дом, одно объединение, один счет. Но даже менеджеры успешных сервисных компаний предполагают, что работа в такой форме окажется для жильцов невыгодной. Наши жители также сравнивают. Иногда они говорят, не уйдем ли мы после принятия закона. Когда спрашивают, почему они так думают, отвечают. Допустим, управляющая компания хорошо работала. Но после принятия закона появятся жители, которые захотят самостоятельно управлять домом и счетом. Сервисную компанию уволят. Но к хорошему это не приведет. Потому что работать в ОСИ будет тот жилец дома, кто свободен. А если этот человек завтра найдет другую работу, если переедет, то управление и сервис дома пойдет по рукам. По мнению Сауле Артыковны, нет нужды ни в КСК, ни в ОСИ. Управление многоквартирными домами можно доверить сервисным компаниям. Только тогда все дома будут ухоженными и чистыми, как в этом районе. Различие управляющих компаний от КСК в том, что здесь работа централизирована. В наши обязанности входят инженерно-технические работы, снабжение электричеством и водой. А также своевременное снабжение теплом. Как устроена работа в маленьких КСК? Они живут сегодняшним днем. Лишь бы хватило на сегодня. Так как это жилой дом, надо ведь задумываться и о завтрашнем дне. Я думаю, что закрытие КСК – это правильное решение. Так как сегодня КСК есть, завтра нет. Это означает неуверенность в завтрашнем дне. Управляющие компании по всем требованиям принимают дом после окончания строительства. И три года оказывают комплексные услуги. То есть следят за работой коммунальных сетей, за безопасностью на территории и за чистотой. Поэтому они заинтересованы в принятии дома без единой проблемы. Тут надо поставить ограждение, потому что во дворе играют маленькие дети, они могут выбежать на дорогу. Тут хотели поставить газон. Мы сказали – нет, здесь нужна эстетика. И вот посадили цветы. Также установили лежачего полицейского, чтобы машины на скорости не ездили во дворе. Когда принимали детскую площадку, были учтены все детали и возрастные особенности детей. Все благодаря правильному планированию. Можно сказать, что у нас нет нерешенных проблем. Мы тесно сотрудничаем с жильцами. У нас есть WhatsApp, Telegram группы и 24 на 7 мы на связи в любое время. Еще у нас есть централизированный диспетчерский сервис. Там жители могут оставить свои жалобы и предложения в электронном виде или просто позвонить. Как говорит Сауле Артыковна, допустим, дома по стране будут переданы в руки управляющих компаний. И тут возникает загвоздка. Ведь в Казахстане далеко не все здания новые. Если смотреть на статистику, то свыше 20 тысяч жилых домов требует капитального ремонта. Также около 616 находятся в аварийном состоянии. Очевидно, что подход к таким жилищам нужен особенный. Если правительство выделит дотации на ремонт, уход и содержание таких домов, то управляющие компании могут взять на себя эти обязанности. Ведь пришедшим компаниям будут нужны дополнительные средства, чтобы изменить текущее состояние. Например, средства управкомпании хранятся на счете другого дома. Как управляющая компания может взять эти деньги с счета и вложить в другой дом? Жильцы же будут спрашивать, где их деньги. Поэтому для начала нужно получить помощь от государства и восстановить старые дома. А дальше уже можно отдать управкомпаниям. Но далеко не все специалисты согласны с этим мнением. Первое. Тарифы управляющих компаний очень высокие и не все могут себе это позволить. Второе. Собственники таких компаний могут преследовать коммерческие интересы. Поэтому, как сказано в проекте нового закона, создание оси некоммерческой организации – самое верное решение. А их работу можно отслеживать через информационные технологии. Все говорим, что КСК не работает. Среди населения очень много возмущения. По нашим расчетам, только 3% населения довольны их работой. Инструмент, который покажет наверняка – это внедряемая цифровизация. Благодаря этим технологиям можно будет отследить, когда и как была проведена работа КСК. Например, были ли заменены окна, двери и сколько на это было потрачено денег. В новом законопроекте также прописано создание общей базы данных на квартирных домов. Оператором системы должен стать Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства. По плану внедрения проекта в пилотном режиме намечено до конца года. Для этого по всей стране были отобраны 188 домов. По цифровизации в законопроекте сказано, что для жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства будет создана единая система. В этой системе соберут всю информацию, где благодаря Big Data будут проведены расчеты. По этим расчетам можно провести полноценный анализ и по результатам принимать решения. Можно увидеть, насколько были использованы ресурсы данных счетчиков, и все это можно увидеть в своем личном кабинете. Житель сможет сделать умный договор, зеленый договор. Это все приведет к прозрачности работы между КСК и жителями. Нужно отметить, что такие системы уже работают в некоторых регионах страны. Они были реализованы отдельными акиматами. Например, в Астане действует ЕКСК. В Караганде и в Петропавловске электронный КСК. В таких городах жители получили возможность решать свои проблемы с помощью смартфона. Почти 80% лифтов, установленных в многоквартирных жилых комплексах Казахстана, успели прослужить четверть века. Их срочно нужно заменить. Но собрать с жильцов одномоментно необходимую сумму невозможно. Поэтому в будущем для замены таких устаревших и опасных для эксплуатации лифтов средства будет выделять местный акимат. Эта проблема тоже предусмотрена в новом законопроекте. Жильцы домов не в состоянии, что грех отреть, едино-моментно собрать деньги и заменить лифты. Например, если 5 подъездных дом, одномоментно 5 лифтов заменить. Если в среднем лифт где-то по 50 тысяч долларов, это 250 тысяч, например, долларов, чтобы собрать и заменить лифты. Наверное, это нереально и неподъемно для наших жильцов. Здесь устраивать, будем так говорить, соцсоревнования, сказать, мы сегодня в этом году заменим первый подъезд, а пятый этаж через 5 лет, ну тоже, наверное, ненормально, да, потому что у нас все жильцы, будем так говорить, должны одинаково получать безопасные услуги. Поэтому в данном законопроекте мы дали возможность, расширили полномочия Акиму, что они из бюджета напрямую имеют право финансировать замену этих лифтов. С последующей, там, на 10, на 15, или на 25 лет, или на 20 лет, это уже по зависимости от решения Акима, в квитанции, вот Астана заменила таким образом лифты, они там где-то от 8 до 15 лет приняли решение, где-то 2,5-3 тысячи тенге в месяц дополнительные платежи за замену лифта. То есть мы нормативно всю эту процедуру стандартной разработали, и второе, мы законодательно дали возможность, финансовую возможность заменить эти лифты без нагрузки единомоментной на жильцов. Наверное, это действительно самый эффективный выход из положения, когда на весах, с одной стороны, жизнь и безопасность семьи, а с другой, черная бездна в прямом и переносном смысле, любой казахстанец сделает правильный выбор, то есть будет вовремя оплачивать счета. Например, в Павлодаре за месяц в многоквартирных домах произошло 25 инцидентов с лифтами. В Алмате 70% стационарных подъемных машин требуют замены, в Шемкенте 80%, а в главном городе страны... За последние три года в Астане произошло три инцидента. В одном из них зарегистрирован летальный исход, в других несчастного случая удалось избежать. На самом деле, такие ЧП случаются ежедневно. Поступают по 3-5 жалоб службу 109. Но некоторые аварии происходят намеренно, создаются вручную. В законопроекте по вопросам ЖКХ о человеческом факторе тоже сказано. И здесь разработчикам и депутатам нужно взять на заметку и другие источники информации. По словам журналиста, ученого Мира Амхана Жапека, в исследованиях Турара Рыскулова еще в 30-х годах прошлого столетия, от А до Я, была разобрана вся проблематика ЖКХ. Кстати, некоторые теории и решения спустя десятилетия не потеряли своей актуальности. Рыскулов говорит, что в работу ЖКХ нужно вовлекать непосредственно самих жильцов. Например, между домами должна быть конкуренция. У кого двор красивее, у кого подъезды чище, как это сделать? Нужно придумать какие-то конкурсы. Жильцы домов сами должны быть заинтересованы в чистоте и порядке своего дома, двора и города в целом. Турар Рыскулов считал, что жилищно-коммунальное хозяйство – важный сектор в экономике. В то время его мнения были заинтересованы в Центральном комитете. Так, некоторые предложения Рыскулова отдельной статьей вошли в законодательство СССР. Систематизировать работу предлагал Турар Рыскулов. Так как у нас во многих случаях начинают работу, но не доводят ее до конца. Все из-за отсутствия контроля. Третий вопрос – производство стройматериалов для сферы ЖКХ. Это значит, мы перестанем быть зависимыми от импорта. Я не осведомлена, если рассматриваем в законопроекте вопросы стройматериалов. Но я считаю, что это неделимая часть ЖКХ. По поручению главы государства законопроект должен быть принят и вступить в силу до конца года. Но и это не все. Чтобы буква закона стала действовать не только на бумаге, но и в жизни казахстанцев на очереди. Принятие нормативных актов. Без таких рычагов говорить о развитии сферы ЖКХ сложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова